Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Шмени. Восьмой на восьмой день освящения храма». Большой праздник, в котором считается, что мы вообще получили заповедь из храма, как прощение за грех Золотого Тельца, и вот мы его наконец-то построили. Естественно, весь народ собирается, и там чудеса в решете, но этот праздник был омрачен. Омрачен смертью двух старших сыновей Аарона, Надава и Авью, которые, по словам Тора, в простом понимании, напились и пришли в таком нетрезвом виде к жертвеннику и, как говорится, сгорели на работе. Есть много объяснений, что на самом деле там произошло, и позитивно, и негативно, и что на самом деле они вознеслись высоко, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. И поэтому в наших первоисточниках много сказано о вреде алкоголя до такой степени, что в дальнейшем коинам дается заповедь, что они ни в коем случае не имеют в нетрезвом виде являться на работу. Поэтому есть коины, которые по сегодняшний день не пьют, не употребляют, так сказать, алкоголь, потому что готовы к приходу Машеха. Когда он придет в Машех, им нужно быть в трезвом виде и начать служение в храме. Но, с другой стороны, в наших первоисточниках и сказано очень много позитивных вещей о влиянии алкоголя. Наверное, самая известная фраза из Талмуда Входит вино, выходит сокрытое. У этого есть много мистических объяснений. Само слово «сот», «сокрытое», «секрет» имеет то же самое цифровое значение, что и слово «яин», «вино». Но мне кажется, что для того, чтобы объяснить, почему же сыновья Аарона проявили такое негативное влияние алкоголя, которое описывается в Торе, как сочетать эти два противоречия, мы можем выучить очень важный урок, который, я думаю, любой человек, который употребляет алкоголь, прекрасно знает, что это совершенно не важно, что ты пьешь, а важно, с кем ты пьешь. Потому что сыновья Аарона, как говорит Меда Шрама, были настоящими мажорами, они даже жениться не могли. Они считали себя выше этого, они считали, что раз, их дядя Муше, такой царь и пророк, их папа, первосвященник, они вообще тоже такие крутые, кто вообще достоин того, чтобы выйти за них замуж, ну, а тем более спускаться на такой уровень, это вообще не камильфо с кем-то еще пить вместе. Поэтому они напились сами, и мы знаем, чем это закончится. Все закончилось. Все потому, что они не знали, что такое хасидский фарбрейген. Фарбрейген на идыш — это просто проводить время. Что это значит? Есть выпивка, есть закуска. Как говорит царь Соломон о том, что нет ничего важнее для человека под солнцем, чем если есть что пить и чем закусить. Прямую цитирую книгу Койлетт, кстати. А что такое фарбрейген? Фарбрейген — это когда мы собираемся за столом, мы закусываем, мы выпиваем, мы делаем лыхаем для того, чтобы расширить сознание. Мы собираемся большой, хорошей компанией, мы открываем свои сердца, мы говорим слова Торы, мы поем веселые еврейские песни. И об этом и сказано, что то, что может сделать настоящий хасидский фарбрейген, не может даже сделать сам ангел Михаил. Поэтому, если вы хотите изменить что-то в своей жизни, ни в коем случае не пейте в одиночку. Это плохо заканчивается, а тем более на работе. Но фарбрейген может изменить все в вашей жизни и в судьбе всего этого мира. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok